Девушки отдыхают За кольцо Это был его первый прыжок И он опасался повиснуть На хвосте самолета Парашют послушно Раскрылся И если бы Негреба смог увидеть Рядом своего дружка Королева Он подмигнул бы ему и сказал А все-таки вышло по нашему Две недели назад В Севастополе формировался Отряд добровольцев-парашютистов Ни Королев, ни Негреба Не могли, понятно, упустить такого случая И оба на вопрос Прыгали ли они раньше Гордо ответили, как же В аэроклубе семь прыжков Можно было бы для верности Сказать двадцать Но тогда их сделали бы инструкторами Что, несомненно Было бы неосторожностью Достаточно было и того, что При первой подгонке парашютов Обоим пришлось долго Ворочать эти странные мешки Как бы критикую укладку На основании своего опта И косить глазом на других Пока оба не присмотрелись Как же надо надевать парашют И подгонять лямки Однако все это обошлось И теперь Негреба плыл В ночном небе Удивляясь его тишине Сюда в высоту Орудийная стрельба Едва доносилась Хотя огненное кольцо залпов Поблескало вокруг всей Одессы А с моря били корабли Поддерживая выставку Десантного морского полка С которым должны были соединиться Парашютисты Пройдя, встыло ему навстречу Там, где должен был Приземлиться Негреба Было совершенно темно Впрочем, вскоре Он различил огоньки Было похоже, будто Смотришь с мачты На бак линкора Где множество людей Торопливо докуривают папиросы Вспыхивая частыми затяжками Это и была линия фронта И сесть следовала за ней В тылу врага Он потянул лямки Как его учили И заскользил Над боем в кость Видимо, он приземлился Слишком далеко от боя Потому что добрый час Полз в темноте Никого не встречая Внезапно что-то схватило Его за горло И он с размаху Ударил темноту кинжалом Но это оказалось Проволокой связи Негреба вынул из мешка Кусачки И перекусил ее В нескольких местах Ползя вдоль нее Тут ему пришло в голову Что проволока Может привести К вражеской части Где можно устроить Порядочный Обрал огнем из автомата Через час Проволока Привела в бурьян Всмотревшись В рассветную мглу Негреба увидел Трех коней И поводаль часового Кони, почуяв человека Захрапели И пришлось Долго выжидать Пока не привыкнут За это время Негреба надумал Что можно снять часового Вскочить на коня И помчаться по деревне Постреливая из автомата Он медленно пополз К часовому Держа в левой руке Автомат Правый кинжал Именно эта правая рука Провалилась На ползке В непонятную яму И тотчас Уперлась Во что-то мягкое Его кинуло в жар И он замер на месте Откуда-то Из-под земли Шли громкие голоса Наконец он понял Мягкое Упругое препятствие Оказалось Одеялом Закрывавшим От душину Погреба Там Слышался Чужой говор Звенели шпоры Стучала Пишущая машинка Негреба Осторожно Прорезал Кинжалом Дырку И заглянул В погреб Очевидно Это был Штаб-батальон Может быть Полка Офицеры Сгрудились У стола За картой По которой им Что-то раздраженно Показывал Черноусый Давно небритый Офицер В углу На корточках Сидели Телефонисты Они подозвали Одного из офицеров И тот Начал Кричать В трубку Негреба Под этот шум Вынул из сумки Гранату Одно ему Показалось Мало Когда в подвале Снова Начался громкий Говор Он достал Вторую Потом Третью И связал Их Вместе Он собрался Было Кинуть Их Под душу Но тут Зацокали Копыта И к погребу Подскакал Еще Дбой Негреба Дал им Отти И тот Чижа Похвалил Себя За это Все Офицеры В подвале Вытянулись Встали Смирно Очевидно Один Из вошедших Был Большим Начальником Негреба Швырнул Гранату В одушину И кувалем Покатился В бурьян Часовой Крикнул Но в подвале Грянуло И рвануло И Часовой Исчез Неизвестно Куда Уже Рассвело Когда Негреба Вышел В тыл Переднего Края Окоп Противника Он Залег В копне И стал Выжидать Промчался Одинокий Всадник Он Скакал Во весь Дух Оглядываясь И пригибая Голову К шеи Коня Негреба Навел На него Автомат Но где-то Близко Простучала Очередь И всадник Свалился Негреб Обрадовался Видно Рядом Прятался Еще Один Парашютист Снова Застучал Автомат И Негреба Понял Что он Бьет Из кустов Рядом Он Решил Переползти По кукурузе К товарищу Все же Вдвоем Лучше Но тут Завыли Мины И стали Рваться У кустов Одна за Другой И Автомат Замолк Тогда Из ложбинки Показалось Несколько Вражеских Солдат Беспрерывно Стреляющих По кустам Где сидел Неизвестный Негребе Товарищ Негреба В их Трескотню Добавил Свою Очередь Несколько Солдат Упало Остальные Кинулись В кукурузу Все Снова Стихло Только Издали Доносилась Стрельба Он Пополз Кустам И Нашел Там Леонтьева Тот Лежал Ничком Подбитой Миной Негреба Повернул Его Леонтьев Открыл Глаза Но Тут же Закрыл Их Негромко Сказал Миша Пристрели Не выбраться Дегреба Взглянул В его Белое Восковое Лицо И вдруг Отчетливо Понял Что Тут В этих Кустах Он Найдет И свой Собственный Конец Пронести Леонтьева Через Фронт Один Он Не сможет Оставить Его Здесь И выполнить Его просьбу Тоже Все В нем Похолодело И заныло И он Ругнул Себя Нужно Ему Было Лезть Сюда Шел Бы Сам По себе Целый Сильный Выбрался Но Он Прилег К Леонтьеву И сказал Так весело Как сумел Это Друг Всегда Поспеется Сперва Перевяжу Отсидимся Двое Не один На перевязку Ушли Оба Пакета Леонтьевской И свой Леонтьев Почувствовал Себя Лучше Негреба Устроил Его Поудобнее Всунул Ему В руки Автомат И сказал Ты За кинжальной Батареей будешь Лежи И нажимай Спуск Только Делов Отобьемся Слышишь Наша Близко В самом Деле Впереди За окопами Шла Яростная Стрельба Видимо Десантный Полк Атаковал Противника Но От этого Было Не легче Скоро Гитлеровцы Выбитые Из окопов Хлынут Назад И Кустик С двумя Моряками Окажется Как раз На пути Их Отступления Надо Было Приготовиться К этому Негреба Выложил Перед собой Гранаты Запасной Диск Автомату И Повернулся К Леонтьеву Гранаты У тебя Есть Есть Отвечал Тот Примеряясь Сможешь Либо хоть Немного Водить Перед собой Автоматом Три Штуки Гранаты Возьми А диск Мой Не тронь Сам Стрелять Буду Наложим Их Миша Пока Дойдут А Факт Наложим Сказал Негреба И они Замолчали Бой Приближался Стрельба Доносилась Все ближе Солнце Уже Грело Порядочно И Теплый Горький Запах Трав Подымался От земли Ждать Последнего Боя И с ним Смерти Было Трудно Сбоку Метрах В трехстах Виднелась Глубокая Балка Где можно было бы Отлично Держаться И бить фашистов С фланга Но Перенести Туда Леонтьева Он не мог Он Заставил Себя Смотреть Перед собой На ложбинку Откуда Должны Были Появиться Враги И уже Хотела Чтобы Это было Скорее Ему Показалось Что Нервов У него Не хватит Если Это ожидание Еще Продлится Наши Сзади Сказал Друг Леонтьев Слышишь Негреба И сам Слышал Сзади Четкие Недолгие Очереди Но Боялся Этому Верить Леонтьев Зашевелился И закричал Слабым Хриплым Голосом Моряки Сюда Он пытался Подняться Но снова Упал на траву Негреба Высунул голову Из куста И в желтой Кукурузе Увидел Неподалеку Черную Бескозырку Левей Вторую Он встал Во весь рост И замахал рукой Моряки Перепелица Чертяка Право на борт Свои Два парашютиста Перебежали По кукурузе К кустам Это были Перепелица И котиков Они прилегли В куст И Негреба Наскоро сообщил Им обстановку И свой план Перебежать В балку И бить Отходящих Фашистов С фланга Тут нам Не позиция Тут нас Как курей Задушат Сказал он Тащите Леонтьева Я прикрывать Буду Котиков И перепелица Подняли Раненого Тот Стиснул Зубы И закрыл Глаза Каждый Толчок На бегу Отдавался Острой Болью До балки Оставалось Еще метров Восемьдесят Когда Из лажбинки Затрещали Выстрелы И выскочила Больше Десятка Вражеских Солдат Негреба Ответил Огнем Из автомата Но И остальным Двоим Пришлось Положить Леонтьева И тоже Вступить В бой Отбившись Моряки Наконец Хотелись В балку И там Нашли Еще одного Паршютиста Литовченко Он Лежал Хозяйственно Обложившись Гранатами И выставив Из островы Черное Дуло автомата Увидев Краснофлотцев Он Возбужденно Сказал А я уже Думал Мне труба Лежу Один Как Перст А их Сейчас Попрет Только Считай Ну Теперь Нас Сила Леонтьев Был Без Сознания Негреб Негреб Смотрел Повязки Они Были В крови Тогда Он Снял Себя Форминку Разорвал Ее И Сделал Новую Перевязку Перепилица Тем временем Достал Бисквиты И Шоколад Позавтракаем Пока Что Сказал Он И Остальные Тоже Вынули Свои Пайки Но Сухие Бисквиты Не Лезли В Горло А Шоколад Забивал Рот И Проглотить Его Было Трудно Во Рту Пересохло От Бега Солнце Уже Пекло И Каждый Из Них Дорого Бы Дал Заглоток Воды Но Все Оказывается Опорожнили Своей фляги Еще Ночью Только У Литовченко Случайно Оказалось Немного Воды И он Протянул Фляжку Негребе Дай ему Горит Человек Негреба Осторожно Влил Воду В рот Леонтьева Тот Глотнул И Открыл Глаза Держись Леонтьич Сказал Негреба Гляди Нас Теперь Сколько Леонтьев Не Ответил И Снова Закрыл Глаза Перепелица Негромко Сказал Поперли Гады Гляди Он Засучил Руковод Тельняшки И Выстрелил Первого Офицера Размахивающего Пистолетом Из балки Во фланг Отступающим Ударили Пули Моряков Можно Было Не Стрелять Отступающие Не заметили Б этой Горсточки Спрятанной В балке И Моряки Прошли К себе В тыл Без Потерь Но Они Стреляли Открывая Огнем Своё Присутствие Здесь Стреляли Потому Что Каждый Выстрел Уничтожал Еще Одного Врага Стреляли Помогая Атаке Десантного Полка Под этим Огнем Офицерам И удалось Не остановить Не собрать Выбежавшие Из окопов Роты Тогда Автоматчики Перенесли Огонь На моряков И Кто-то Из офицеров Собрал Десятка-два Солдат И повел Их На балку Это Был Уже Настоящий Бой Моряки Отбили Две Атаки Наконец Волна Наступления Прошла Соседнего Соседнего Которая 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 Опять Окажется С фланга Отступающих Врагов Но Посмотрев На Леонтьева Он сам Отказался От этой Мысли Моряки Помолчали Обдумывая Потом Негреба Сказал Что ж Видно Тут Надо Держаться Патроны Беречь На прорыв Отбиваться Будем Только Гранатами По тем Кто Вплотную Набежит Они Замолчали Выжидая Когда Появятся Враги Потом Перепелица Достал Из мешка Офицерской Пистолет И посмотрел Обойму Шесть Патронов Сказал он А нас Пятеро Хватит Разыграем Что ли Кому Понятно Понятно Сказал Витовченко Ясно Подтвердил Котиков Точно Добавил Негреба Он сорвал Четыре Травинки Откусил Одну Подровняв Концы Зажал В кулак И протянул Литовченко Откуда У тебя Ихний Пистолет Спросил Тот Перепелицу Вытягивая Травинку И закончил Облегченно Не мне Длинная Пристукнул Ночью Офицера Ответил Перепелица Вещь Не тяжелая Пригодится Тащи Ты Котиков Может Лучше Свои Патроны Оставить Раздумчиво Сказал Тот Осторожно Таща Травинку Поганый Хмитпулями Его Травинка Тоже Оказалась Длинной Колераню С автоматом Не управишься А этим Или уже Всех Достанешь Сказал Перепелица Деловито И потянул Травинку Сам Тоже Длинная Выходит Миша Тебе Только Ты Не торопись Когда Вовсе Конец Будет Понятно Ясно Сказал Негрева И положил Пистолет Под руку А жизнь Пошли Негромко Сказал Котиков Но моряки Коли ничего Не будет Свидимся И моряки Замолчали Только Изредка Стонал Леонтьев Перепелица Перекинул Негреве Бушлат Прикройся Лежишь Что зебра Полосатая За версту Видать Все одно Видать Ответил Негрева Лучше Так Хоть Увидят Что моряки И они Снова Замолчали Вглядываясь В лавину Отступающих Врагов Покатившуюся К балке Фашисты Выбегали Из окопов Падали На землю Отстреливаясь От кого-то Кто наседал На них Снова Вскакивали Перебегая Метров На пять Шесть Они Двигались Плотной Цепью Почти Рядом Друг с Другом И с Каждой Перебежкой Все ближе И ближе Были Горсточки Моряков Около сотни Их побежало Прямо На балку Видимо Чуя Что они Смогут Укрыться От огня Преследующих Их Моряков Десантного Полка Они Еще раз Залегли Отстреливаясь Потом Как по команде Вскочили И ринулись К балке Уже Видны Были Их лица Небритые Вспотевшие Искаженные Страхом Они были Так близко Что тяжелый Запах Пота Казалось Ударял В нос Они Бежали К балке Молча И дружно И тогда На их пути Встал Негреба Встал Во весь Рост Крепкой Ладной В полосатой Тельняшке С автоматом В левой руке И с поднятой Гранатой В правой Огребай Матросской Подарок Крикнул он Выступление И свырнул Гранату Вслед за ней Из балки Вылетели Еще три Ахнули Взрывы Фашисты Попадали Другие Отшатнулись И петляя Двинулись По сторонам Моряки Бросили Еще четыре Гранаты Проход Расширился Перепелица Крикнул Мишка А ведь Проремся Хватай Леонтьева Моряки Мгновенно Поняли Его И каждый Свободной Рукой Подхватил Раненого Они Ринулись В образовавшись Проход Между вражескими Солдатами И Леонтьев От боли Пришел В себя И снова Стиснул Зубы Чтобы Вытерпеть Этот стремительный Яростный Бег Они Проскочили Уже Самую Гущу Когда Он Увидел Что Враги Кинулись За Ними Он Разжал Зубы И Глянул На Перепелицу Бросьте Меня Пробивайтесь Перепелица Выругала Его На Бегу И он Замолчал Фашисты Подскочили Уже Близко Моряков Было Всего Пятеро А Их Сотни Враги Видимо Поняли Это И решили Взять Моряков Вживьем Рослый Солдат Прыгнул На Перепелицу Пытаясь Ударить Его Штыком Котиков Выпустил Ногу Леонтьева И выстрелил Гитлеровцу В затылок Но другой Кинулся На него Перепелица Подхватил Немецкую Винтовку И Сильным Ударом Штыка Побалил Солдата За ним Второго И третьего Потом Он бросил Винтовку Сорвал С пояса Гранату И далеко Кинул Ее В подбегавших Солдат Те Отшатнулись Но Граната Взорвалась Среди них Оставшиеся Вживых Залегли И открыли Огонь Пули Засвистали Вокруг Моряков Перепелица Упал И крикнул Тащите Вдвоем Мы С Котиковым Задержим Моряки Тоже Упали В траву И стали Отстреливаться Последними Патронами Негреба Литовченко Тащили Ползком Леонтьева А остальные двое Ползли за ними Сдерживая Врагов Редким Но Точным Огнем Наконец Те отстали Спеша уйти в тыл А в реке Неожиданно Для себя Провалились В опустевший Вражеский окоп Тут они Опомнились И осмотрелись У Котика У пули Была пробита щека У Перепелица Тебе пули Сидели в ляшке Литовченко Тоже обнаружил Что он ранен На перевязке Ушли все Форминки Фашисты были Уже далеко За кустами И впереди Очевидно Были только Свои Моряки Устроили Леонтья В окопе Поудобнее Принесли Ему воды Обмыли И положили Из-за него Автомат И гранаты Найденные В окопе Он смотрел На все эти Заботы Слабо Улыбаясь И глаза Его полные Слез Лучше Всяких Слов Говорили О том Что было В его Душе Взгляд И обрывками Форминок Но сильные Готовы Снова Пробиваться Сквозь Сотни Врагов И Видимо Сами Они Поразились Своей Живучей Силище И перепелица Сказал Один Моряк Моряк Два Моряка Взбот Три Моряка Рота Сколько Нас Четверо Батальон Слушай Мою Команду Шагом Корж